МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Екатерина Смалева, председатель профессионального клуба воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какими направлениями вы занимаетесь? Вообще у нас дошкольников Рязанской области 4,5 тысячи профессиональных и талантливых людей. Это и педагоги старой закалки, и вчерашние выпускницы педагогических учебных заведений. У них разный взгляд на жизнь, разный опыт. Но каждый из них по-своему стремится, чтобы жизнь в детском саду была интересной и разнообразной. И возник такой вопрос, как же сохранить, с одной стороны, бесценный опыт педагогов, а с другой стороны, и творческий потенциал. И для решения этих задач был организован профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. И на тот момент мы сразу решили, что собираться несколько раз в год, слушать скучные доклады, просто неинтересно. Нужно придумать новые формы общения, новые формы взаимодействия. И мы начали работать. Соответственно, мы занимаемся распространением вот этого уникального передового педагогического опыта педагогов Рязанской области и Рязани. А какими направлениями вы занимаетесь? Мы занимаемся, проводим различные досуговые мероприятия для воспитанников детских садов, различные квест-игры, при том, для педагогов не только Рязани, но и Рязанской области. И также практические семинары, практикумы и мастер-классы для педагогов Рязани и Рязанской области по самым разным направлениям. Например, если это год добровольца, год волонтера, то, соответственно, мы такие мероприятия проводим. Совершенно недавно прошел конкурс «Дом, в котором живет сказка». Интернет-конкурсы также у нас есть. Как очные, так, получается, и заочные. Вся информация о направлениях, о деятельности клуба, что нового появляется, освещена на официальном сайте Дошкольной лиги. Вы приняли участие в конкурсе «Добровольцы России». Расскажите о нем, как он прошел. Вообще, конкурс «Добровольцы России» – это общероссийский конкурс. Проходит он в девятый раз. И за это время уже собрал множество проектов со всей страны. И лучшие из проектов получили возможность реализовать себя на федеральном уровне. Был заявочный этап, заочный этап. Притом, на них нужно было не только заполнить заявки участников на единой информационной платформе «Добровольцы России», но и выполнить блок специальных заданий, которые были доступны в личном кабинете участников конкурса. Для того, чтобы жюри посмотрели и выбрали лучшую практику из представленных. Для организации, так как мы от клуба принимали участие, две номинации было. Это волонтерский центр и душа компании, в которой мы себя и заявили. Это проекты различные, идеи, которые направлены на помощь людям и на повышение качества жизни. И в конкурсе мы представили проект «Театр ощущений». Расскажите о нем, что он особо представляет. «Театр ощущений» направлен на воспитание подрастающего поколения в духе уважения и принятия людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного проекта мы создаем сказки-невидимки в формате 3D, где нет визуальной составляющей, только звуки, запахи, ощущения. Ни для кого не секрет, что по количеству органов чувств различают пять видов ощущений. Мы предлагаем обратить внимание на те органы чувств, восприимчивость которых притупляется из-за ведущего значения зрения. Потому что, получая большую часть информации через зрение, мы забываем об истинном богатстве ощущений. Мы создаем эти сказки. Притом развиваются сенсомоторные навыки у детей, расширяются представления об окружающем мире. И дети могут увидеть мир глазами незрячего человека через восприятие спектакля с завязанными глазами. И плюс воспитание подрастающего поколения как раз в духе уважения, принятие людей с ограниченными возможностями здоровья. А кому еще будет интересно подобное направление? Это будет интересно, конечно же, педагогам, детям. Потому что в течение прошлого года мы организовали различные досуговые мероприятия для детей, показ сказок-невидимок для воспитанников детских садов, а также семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов. И было очень интересно послушать их мнение, узнать их точку зрения, возможно, послушать их идеи, как это можно все внедрить в работу воспитателя в детском саду. Оказалось, все сделать это очень просто, это интересно, и педагоги охотно взялись принять участие в нашем проекте. А какие еще мероприятия, акции вы проводите? Ну, наверное, такой изюминкой деятельности нашего клуба являются акции. Последнее, из чего мы запустили, это акция «Буккроссинг» и «Посткроссинг». «Буккроссинг» — это международный сетевой проект, который предусматривает создание Всемирного книжного клуба и путешествие книг по всему миру. В рамках этого проекта мы создали свою акцию, запустили книги «Вторую жизнь» по обмену методической литературой. И в рамках областных и региональных мероприятий дошкольников мы организуем открытые книжные полки по обмену методической и детской литературой среди педагогов. Но что интересно, что данная акция, данное направление можно организовать и среди дошкольной аудитории. Так вот, как это, например, сделали в 25-м детском саду города Рязани, они организовали открытые книжные полки по обмену детской литературы. Родители поддержали инициативу, и уже сейчас, на данный момент, существуют целые тематические библиотеки в детском саду. Также у нас проект «Акция посткроссинг». Это тоже международный проект, в рамках которого педагоги, воспитанники и дети могут делиться письмами, открытками, притом купленными не только в почтовом отделении, но и сделанными своими руками. И уже благодаря участию в акции начали общение воспитанники детских садов Рязани и Касимова, а воспитанники Скопина отправили свое послание в Германию и Францию и с нетерпением ждут ответа. Как я поняла, дошкольная лига создается из победителей всероссийских конкурсов. И вы тоже победители. Расскажите, пожалуйста, где вы участвовали и вообще зачем? Да, в 2016 году я стала абсолютным победителем всероссийского профессионального конкурса «Воспитатели года России». И появилась такая идея создать клуб. На данный момент профессиональный клуб воспитателей Рязанской области входит более 200 участников конкурса «Воспитатели года России» и просто дошкольники с активно-профессиональной жизненной позицией. То есть все те, кто хотят принимать участие в этом и заниматься распространением собственного уникального педагогического опыта. Расскажите, что представили на конкурсе? На всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатели года России» я представила свой опыт биоэнергопластика на логопедических занятиях. Я, конечно, готовилась не одна, готовила у меня целая команда замечательных людей, педагогов и коллектив, конечно, детского сада. И совместными усилиями мы добились таких успехов и привезли в Рязань первую победу, первую жемчужину всероссийского масштаба именно в конкурсе «Воспитатели года России». На самом деле конкурс, ну по сути, это соревнование, цель которого выявить лучшего из числа участников. Но именно профессиональные педагогические конкурсы – это некая возможность посмотреть на свою деятельность со стороны. Это возможность проверить и поверить в себя. Это такая хорошая площадка для обмена опытом, для распространения своего опыта, как говорится, на себя показать и на людей посмотреть. И, конечно же, это повышение престижа и рейтинга самого педагога, детского сада. Если мы говорим о всероссийском уровне, то, конечно, это же престиж региона всего целого и повышение престижа профессии «Воспитатели и педагог». Мне кажется, что у каждого из нас есть возможность участвовать в конкурсах профессионального мастерства, добиваться успехов. А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, как все тяжело – это, наверное, хитроумный такой способ оправдать свое бездействие и лень. Потому что очень многие люди не сдвигаются с места, потому что они находятся в зоне своего комфорта. Но, как показывает практика, все самое интересное происходит именно вне зоны действия нашего комфорта. И как раз профессиональные конкурсы, в том числе и конкурс «Воспитатели года России», является мощным импульсом для профессионального и личностного роста педагога. Одно из направлений вашего клуба – это пресс-туры. Расскажите, как они проходят. Да, это еще одно направление интересной деятельности нашего клуба – выездные пресс-туры. Обычно на мероприятии, на областные, от регионов, от муниципальных систем дошкольного образования делегируют двух-трех человек. Остальные же педагоги лишены возможности посмотреть, что же там происходит на этих мероприятиях. Поэтому появилась идея организовать выездные пресс-туры для того, чтобы педагоги регионов могли все видеть своими глазами. Например, в прошлом году мы выезжали в Скопин, в детские сады города Скопина, а в этом году – в Касимов. Притом участниками мероприятия стали не только педагоги и воспитанники детских садов, но и студенты педагогического колледжа, и представители муниципалитетов, еще из пяти муниципалитетов. Наверное, цель таких мероприятий – это создание некой практической площадки для обмена опыта и для такого неформального общения педагогов из разных регионов. А кто в клуб к вам приходит? К клубу мы можем общаться и виртуально посредством сайта официального. Это тоже такой некий активный источник взаимодействия педагогов дошкольной системы. Мы можем организовывать различные мероприятия на базе детских садов в Рязани и Рязанской области. Соответственно, участвуют и воспитанники, и педагоги, и студенты, все те, кто неравнодушен к дошкольному образованию. Что бы вы хотели пожелать педагогам в начале учебного года? Ну, наверное, нам кажется, что каждый последующий год похож на предыдущий. Занятия, документация, дети, подготовка к утренникам. Но я уверена, что в наших силах наполнится Новый год улыбками, радостью открытия и гордостью за собственные успехи. Хотелось бы пожелать, чтобы новый день начинался с прекрасного настроения. Чтобы уходили прочь проблемы, чтобы мечты превращались в реальность. Потому что дошкольники имеют такую особенность, они умеют снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами. И поэтому хочется пожелать, чтобы их взгляд был направлен только в будущее. Потому что рядом с нами как раз растут и развиваются те, кто будет это будущее строить. Конечно, сейчас мир непрерывно меняется, происходят различные трансформации, но неизменным в этом процессе остается место педагога. И поэтому я хочу пожелать, чтобы, несмотря на новое время и новые задачи, которые перед нами стоят, чтобы мы верили в свои силы и помнили о том, что поле профессиональной педагогической деятельности, оно безграничное, а творческие возможности неиссякаемы. Очень хорошее пожелание. Спасибо. На сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова